всем привет следующий гость нашей программы значит вот такого пиво пиво он стал крепкая вот такая вот такие пироги близ первый раз я его реально вижу блять нигде его никогда вообще такой пиво не видел и как увидел соответственно грех грех не продегустировать как говорится вот купил его тоже в красно-белом как и пиво бат и стоило но столько же примерно там 54 55 рублей то есть то есть 110 рублей 2 банки вышла ну думаю надо попробовать и так далее тем более 7 градусов восьмиградусная что-то я вообще уже пить не хочу я вообще уже бред не болевать тянет от белого медведя от всех вот этих крепких видов пива вообще болезнь короче восьмиградусный пиво я больше не пью вообще на хрен ну и он нахрен короче вот я такой думаю хотя бы 7 градусов и хотя было брендовое такое нормальный пиво то есть я думаю тут спиртяге такой стою и думаю что а спиртяге тут наверное явно не будут как в балтике девятки вот в которой там кстати чуть ли не 10 градусов ощущается от 9 до 10 градусов там в девятке ощущается серьезно говорю блять ебаный ерш который я на котором взрослым а ладно сейчас был там не чувствую опять затянется короче сверху стопроцентно натуральные ингредиенты написано песок вот экстра что-то богатый вкус что еще такое сильное пиво типа 7 градусов вот так вот у нас здесь все выглядит значит банка красивые вообще бля крутая экстра значит крепкое пиво с насыщенным вкусом и ароматом который получается благодаря долгой выдержки и тут я думаю они не наврали точно в отличие от 9 хотя в девятке я тоже не знаю на экспертизу не относил как говорится но там чего-то блять меня терзают смутные сомнения как говорится он стал символ европейского качества созданные в самом сердце голландии ну так туда бренд но это то пиво в россии сварим дальше насладить вкусом голландии вместе сам стал экстра вкусом голландии сейчас насладимся но только вкусом голландии российского пива посмотрим и тут написано еще долгая выдержка он пчаны такие нарисованы ну если долго то хорошо молодцы блять поздравляю дальше поехали он стал экстра кстати называется еще раз говорю если название нужно так вода пить его очищенная со пиво вареный ячмин светлый ячмень пиво вареный мальтозный сироп или глюкозно-фруктозный сироп то есть смотрите букву в моем случае блять давайте посмотрю мало ли муж кому интересно хотя мальтозный сироп и глюкозно-фруктозный сироп это в принципе скажем так сахара определенные и они похожи между собой то есть плюс-минус похрен то ли мальтозный то ли не мальтозный так где блин потерял а вот в моем случае в моей банке мальтозный сироп а они глюкозно-фруктозный ну похрен это плюс-минус похожие вещи оба сладкие его сахара они почти можно сказать одно и то же так я уже налил короче открыл также минут 40 назад вот когда значит этот первый стакан налил я налил про мне много и пена промо поперло промокут попал кого досюда из полный стакан пен был но эта пена в этом пиве быстро вот так вот оседает быстровато то есть в медведя например пена подольше держится немного здесь она быстрее уходит но в принципе похрен ну сейчас уже она выдохла говорю 40 минут уже прошло тем более банка без крышки короче я себя сейчас в новый стакан налил полностью пена была бы вот мы сейчас не будет вот так вот короче себе новый налил в новый стакан то пеново ну хотя бы какая-то была бы просто поверьте ладно хрен стакан в запахе особо интересно ничего нет как ладно вкус были вкусные так-то пиво сейчас некоторые моменты объясню вот знать чего хочу сказать здесь сразу ощущается вкус вот этого мальтозного сиропа то есть если скажем так прислушаться к ощущениям но мне прислушиваться не надо они сразу прут эти привкусы для меня лично сразу таким мальтозным сиропом каким-то отдает или чем-то таким вот как бы непонятным то есть мы видим вот этим сиропом мальтозным и значит этот капельку есть здесь сладковатости в пиве то есть она чуть-чуть так с сахарами таким немножечко так отдает как бы кстати углеводов тут а показатели то я же не сказал алкоголь 7 сейчас тут не видно давайте так короче алкоголь 7 экстрактивность 14 6 вполне хорошо для 7 раз на пиво и значит этот углеводов у нас я уже в принципе знаю просто найти не могу а вот 3 грамма так как как я и люблю вот так вот то есть это не сахарное пиво какое-то не как там блять мотор какой-нибудь более 6 половиной углеводов то есть много углеводов на хрена за когда особенно в крепном пиве но она блять я не даже не знаю как че еще сказать вот она на первом плане отдает вот этим мальтозным сиропом для меня то есть сильнее всего этот мальтозный сироп здесь чувствуется реальный варю то есть привкус такой ну грубо говоря карамельки какой-то непонятный чуть-чуть есть он как какой-то конфет конфет каких-то то есть но если для простоты понимания мизерная вообще горчинка есть тоже но не сильно и вообще и не напрягающие травой она вообще не отдает например хотя крепкую биво я особо-то не помню чтобы какой-то так было из крепких который травой бы отдавал блин я уже и того выпил этого мне уже не лезет блядь реально но я просто пытаюсь еще раз пробуйте вкус описать так че еще тут тут сказать блядь короче здесь вкратце пиво хорошее так могу сказать все вот это можно брать сто процентов говорю говорю кто крепкий пиво пьет вот это блять это даже одну из лучших я бы даже сказал то есть это одно из лучших видов крепкого пива из всех российских которые пил реально говорю пиво очень даже качественные и неплохое для российского но такой мизерный привкус мальтозного сиропа на любителя предупреждаю то есть может быть кому-то он не понравится хотя он не противный вот просто такой своеобразный даже знать еще по качеству может быть вот эту танк стал он по качеству даже чуть-чуть получше чем левенбрау будет вот вот левенбрау крепкий же есть но в принципе он тоже неплохой я даже не знаю какой из них лучше блять вот чем-то это там стал лучше чем-то левенбрау лучше ну плюс минус у них уровень похожий как бы вот но этом мне кажется вот именно если качество взять то в целом дата вот этот его будет чуть-чуть по качественнее чем даже чем левенбрау крепкий вот но правда градус привкус этом всем любители кому как вот кстати на левенбрау по вкусу вам он не похоже нет не похоже и на медведь она не похожа и уж тем более на девятку мне похоже и на охоту и так далее на мотору блять имеет она что-то свое такое блять я опять выдохлась уже выдохшись виде не очень интересно пить вот в первом начальном виде было прикольнее как бы но здесь еще смотрите какой следующий момент сейчас видео на полтора часа сделаю пена здесь я уже говорил оседает немного быстроватого так вот вниз предупреждает раз и 2 газации вот а вся газа c да она тоже тут быстровато улетучивается в этом переводе вот тот же левенбрау медведь они в этом плане п 思пу сильнее будут и попение и по газô предупреждает десс пена улетучивается оседает быстроватые газами выдыхается тоже own slcent то есть оно, короче говоря, выдыхается быстровато. Не очень долго оно держится в этом плане. Ну, нормальный пиво, блядь. Я вообще ничего абсолютно напряженного в нем не вижу, кроме вот этого мальтозного прифуса сиропа. Кому-то он зайдет, кому-то нет, не знаю. Но это же не химия, правильно, и не какая-то херня. А может, нам вообще не ароматизатор какой-то немножко добавили, хреново знает. Ну, навряд ли. В составе ароматизатора не указано. Ну да, скорее всего, этим сиропом и отдает. Горечь мизерная, вообще не напрягающая. Немножко так хмель, хмель вам чувствуется, так чуть-чуть совсем, блядь. Не знаю, что еще сказать. Ну, нормальный пиво, в принципе. Да, еще раз говорю, это, блядь, реально, это наверное, самое лучшее крепкое пиво, блядь, из всех российских, которые сейчас делают. Вот. Реально оно по качеству лучше будет наверное, всех, блядь. Из, я имею в виду, 7-8 градусов, только, если в расчет дать. По качественнее, чем 387, оно будет точно. Тоже в том числе. Качественнее, чем золотая бочка, ну, так немного. Хотя они тоже неплохие, кстати. 387 более-менее, допустим. Ну, Левенбрау тоже так, более-менее. Это Левенбрау, он далеко не суперский, поверьте. Но для России так пойдет, как бы, за свои деньги, нормально, как бы. Вот. Золотая бочка, плюс-минус, выдержанная, ну, на том же уровне, тоже неплохая, в принципе. Ну, это, блядь, это чуть-чуть получше, как бы, по качеству идет. Но, не на много. То есть, вот, все равно все-таки России так и ощущается, блядь, не знаю, как объяснить. То есть, ощущается, что сверхъестественного в нем ничего нет, как бы, вот. Но, блядь, оно, как сказать, оно выделяется среди тех. То есть, если там они друг на друга все похожи, плюс-минус, зачем-то. Вот. Это какое-то оно, блядь, свою какую-то изюминку имеет это пиво, блядь. Вот это, видимо, за счет этого привкуса. То есть, оно не похоже на другие крепкие виды пива. И, кстати, с него, блядь, не развозят так быстро, блядь, не дает по шарам, как с девятки. То есть, с девятки уже упасть можно было, например, бы, да, со мной банки. Ну, там, кому как, я не знаю. Ой, блядь, зарядник. Телефон на зарядке просто. Вот с этой девятки, блядь, уже унесло, например. А это нет, спокойно пьешь, с него не развозят. Градусов, плотность, все ощущается так, как написано. То есть, именно на 7 градусов оно и ощущается. То есть, вот, ни больше, ни меньше. Вот так оно, вот так, и, в принципе, и должно быть. В пиво. Химозы вообще никакой не чувствуется. То есть, спиртягиваю вообще, кстати, а, вот именно спиртягу забыл сказать, спиртягиваю вообще не чувствуется. Ни хрена, вот реально говорю. Вот это вот реально достойно пиво, блядься. И вот они, вот здесь, как я понял, точно не наврали. То есть, в плане того, что, получается, благодаря долгой выдержке именно то, что оно просто дольше выдерживается. Вот. Поэтому, враня тут не вижу. Ну, что, давайте еще часа на полтора видео сделаем, что ли, я не знаю. Сейчас я болтаю, зато начну и пиздец, нахуй. Хуй, за меня заткнешь потом. Ха-ха-ха. Так, что бы еще сказать-то, нахрен. Давайте по теме этого пива. Получился, блядь, обзор короткий. Я хотел минут за 6 сделать. Ага, уже 12 минут, нахуй. Вот вообще спирта, блядь, нет, никакого не чувствую. Абсолютно, блядь. Только ощущается только такой, знаете, легкий грабус в организме только и все. А вот по вкусу спирта вообще не чувствуется. Короче, четкое пиво и они его сделали достойно, блядь. Сразу говорю. И, значит, этот, без всякой химозы, без спиртяги, там, ну, без каких-то, вот скажем так, манипуляций, махинаций. То есть, вот именно просто это обычное пиво, блядь, которое дозрело и все. Вот. А мальтозный сироп зачем добавили, я не знаю, блядь. То ли, чтобы ему изюминку придать этому пиву, то ли, чтобы, не знаю, оно вкуснее было. Ну, хрен его знает, короче. Но при этом, чего прошу еще заметить, несмотря на небольшое добавление мальтозного сиропа или фруктозного, там, глюкозно-фруктозного, да, сиропа, несмотря на добавление, то есть, да, они не превысили в углеводах здесь. Вот, что еще, молодцы, блядь. Они не сделали, не залили туда сахара, блядь, что 6 грамм углеводов, да, сделали или 7, блядь. Вот, а именно в пределах таких, ну, то есть, 3 грамма, то есть, сделали, короче говоря, углеводов. И за это тоже вообще прям молодцы и хорошо сделали. А то бы нахрен испортили бы, нахрен, это пиво все. Если бы залили туда больше этого сиропа, оно бы, это уже было бы херней, как бы. Был бы, блядь, приторное пиво, блядь. Вот, а так, нет, супер. Оно не сладкое, слишком просто такой, знаете, лёгкость, слегка-слегка такая небольшая вообще сладковатость есть. Но не напрягающий. Ладно, все, подводим, точнее, не подводим, только херень тут подводить, я уже все сказал, в принципе. Точнее сказать, будем закругляться. Вот, советую это пиво, однозначно, блядь, для тех, кто пьет крепкое пиво, я даже больше скажу, что лучше, блядь, только вот его и пить, блядь, в принципе, я так думаю. Ну, можно пить его, можно пить золотую бочку, выдержанную, кто пьет крепко, темное, точнее, любит. Вот, потому что оно темное. Более-менее Левенбрау можно тоже еще пить, но он нормальный, блядь, я не знаю, смотря, чего сравнивать. Ну, при желании 387 еще можно, например. Чуть-чуть похуже будет потом следующий там уровень белый медведь какой-нибудь, да, вон так тоже, блядь, хуй пойми, какое пиво. Вот. Ну, это, блядь, это лучше медведя, блядь, 100% говорю, нахуй. Потом, что еще сказать. Ну, девятка хода, давайте, не будем про это говорить, это понятно, что это вообще пить не надо, нахуй. С него, блядь, сопьетесь, нахуй, быстрее. Так, еще что? А, еще забыл, вот что еще хотел сказать. Значит, 7-градусный у нас что есть? 7-градусный есть, например, арсенальный крепко, да, арсенальный крепко. Оно чуть-чуть дешевле, в принципе, стоит. Пивоваренная компания Балтики его выпускает. Это арсенальная крепко, тоже 7 градусов. Так вот, сравните, если между ними, блядь, это, блядь, намного лучше, нахуй, сразу, блядь. Арсенальный вообще шляпа, блядь, полная. По сравнению с этим обсталом, серьезно говорю. Ну, я не то, что его тут хвалю, прям. Я просто, просто я, блядь, в связи с опытом употребления крепко-пива, опыт есть, как говорится. Ну, я уже много чего перепробовал. И, поверьте мне, блядь, с арсенальным, если сравнить, это намного лучше будет. Арсенальный, оно, блядь, шляпа вообще полная, там, а не пиво, блядь, хуй пойми что. Вот. Ладно, все, пока. Советую, нормальная вещь вообще.